Берега водоемов – это водоохранная зона. Здесь категорически запрещены свалки мусора, проезд и стоянка автомобилей. Мыть свои машины на этих территориях автовладельцы также права не имеют. Население об этом информируется исправно, но многие череповчане запреты игнорируют. Пластиковые бутылки, автомобильные покрышки, старая мебель и бытовая техника. Остатки былой роскоши можно встретить на берегах реки Серовки. Все ненужные череповчане почему-то решили складировать именно здесь. Кстати, это далеко не единственная несанкционированная свалка в городе. Найти, кто именно выбрасывает старый хлам в реку, удается не всегда. Помогают очевидцы, присылают видео и фото. Выявляются участники, виновные лица. Если не будут выявлены участники, виновные лица, тогда совместно с нашими коллегами из департамента жилищно-коммунального хозяйства мы проведем уборку этих рек. Возможно, привлечение волонтерского экологического штаба комитета. Нарушителей ждут внушительные штрафы. Для граждан от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч, а для юридических от 100 до 250 тысяч. Сегодня проходит рейдовое мероприятие по водоохранной зоне реки Серовки. То есть будут выявляться какие-либо факты загрязнения реки Серовки, захламления, в том числе, если будут какие-то факты сброса вредных загрязняющих веществ. Протяженность реки почти 3 километра. Она входит в русловой участок Рыбинского водохранилища и попадает под федеральную программу сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги. Поэтому работники комитета предложили коллегам из Департамента природных ресурсов Вологодской области провести работы по восстановлению и экологической реабилитации реки. Необходимо укрепить берега каменной насыпкой, углубить дно и очистить от ила. А пока комиссия комитета ищет особо проблемные места. У нас два объекта для обследования водоохранных зон. Это напротив мясокомбината под мостом непосредственно, и на улице Заречной, вблизи гаражно-строительного кооператива, где река непосредственно впадает в Ягорбу. Всего за последние три месяца комиссия комитета провела более 30 выездов. Уже проверили реку Шексну, Ягорбу и Кошту. После проверки составили 16 протоколов об административных нарушениях. Все они направлены в городской суд. Провели и массовые субботники по уборке береговых территорий рек. Теперь приведут в порядок и берега Серовки. Работники комитета уверены, это положительная традиция на фоновом состоянии всего Рыбинского водохранилища. Мария Ебеленко, Денис Катамин. Новости.